всем привет друзья сегодня 19 января сегодня второй день выставки в днепре сегодня праздник я хочу вас всех поздравить с крещением у меня тоже сегодня праздник день рождения поэтому и меня с праздником но видео не о том мы находимся в днепре на выставке выставка ярмарка по пчеловодству выставку я вам показать не буду ее снимал александр пасечник можете у него посмотреть я хочу всего лишь показать вам маленькие сюжетики ну вернее пару интервью людей которых по моему мнению как бы возможно многим будут интересны в плане информации в плане информации скоро весна и многим это возможно будет полезным я думаю что будет полезным поэтому для вас небольшое интервью так друзья хочу взять интервью у ваньки филипчука все вы его знаете привет ванька ванька хочу взять у тебя интервью коротенько я увидел у тебя ну вернее на стенде ну мы с тобой знакомы я в принципе это все знаю хочу для пчеловодов актуальную информацию у вас появились вот я смотрю без сотовые пакеты все знают что у вас есть сотовые в принципе не будем рекламировать давай про без сотовые две минуточки скажи что это у вас новинка и информацию дай нам по без сотовых какой-нибудь ну всем привет это уже не новинка так без сотовые у нас на нашому ринку це новинка по уликамархова наша организация уже декілька років працює по без сотовим але з мінімальними заказами цього року ми вирішили витками більш так широко і заявити що ми теж можемо вам пропонувати і без сотовий пакет ну без сотовий пакет це от ящик котрий немає рамочок собі так там сотов жилки там килограмм 300 где джил в принципе комплектація кило 300 плюс-мінус или як відбувається у вас вибирь ну воно все на вагу йде все вважаться да ну по стандартам килограмм 250 так ну там плюс-мінус близко близко кило 300 так так плюс матка и так само ставится або канди або сироп в банке то есть при відправки у вас ну як правило сироп ставить ви можете ще канди так так ми тестували були канди канди я хорошо проходил так само будем цьому році вже ставити теж і сироп а поставки ну на які сроки можна вас ну тільки після 15 травня після 15 травня а порода бжил так як і була із степова і карпатка а по ціне по ціне ну теж ціна що нас зараз не сформована минулого року вже було сформували повністю ціну в цей час а цього року в зв'язку з погодою в зв'язку з цінами взагалі по ринку то ми ще от чекаємо наших районних та обласних зборів і вже 17-20 лютого вже буде наша ціна сформована ми зможемо що вас буде договорю на ціну ну на какую цену хоть плюс-минус рассчитувати пчеловодам минимальну максимальну минулий рік то ціна була від 550 до 700 гривень у вас 500 були вже в прошлом році ви практикували так були але не так широко ну це ви решили рискнути і чуть-чуть розширити всім страшно так само нашим хлопцям так само хлопцям покупцям нашим підходять питаються якщо що з ними робити чи не всі це розуміють який цей плюс взагалі ну плюс большой для покупателя без сотового це дуже большой плюс в принципі все мені понятно що у тебе ще такое спросить обращаться по этим контактам можна да непосредственно к тебе можна клубоміру ну все вас в принципі все знают це Іван Філіпчук, друзі, ютуб канал у нього є, ну він знається і відповідає в першу чергу своєм лицом, правильно, за качество? ну получается, що так то є це Буковенський бжуляр спілка і вони представляють вже не перший год ну в принципі все що я хотів знайти по пакетах я думаю це дуже цікаво цікаво без сотового пакета спасибо Ванька, буде тебе маленькая рекламка спасибо ну що ще можеш два слова сказати? ну також якщо гарантії, от гарантії, мені інтересують, ну не мене, а для наших зрителей гарантії які по пакетам, як з сотовим, як без сотовим ну ми з нашим покупцем подаємо договір про співпрацю однозначно все прописується і по гарантії, по перевозці, по комплектації, по ціні так само а ми працюємо з Укрпочтой, якщо до нас не приїжджають хлопці, так а якщо великий заказ, то ми приїжджаємо самі до вас з фуру то є, давай встановимося, доставка може бути як з Укрпочтой, так і самовивозом так і можете відправити, а тільки з Укрпочтой працюєте? так ну в принципі все, все нам понятно ну ще один такий нюанс, що будете заказувати десь без сотові бджолопакети звертайте увагу на те, і так само кажіть продавцю, щоб там не було багато трутнів тому що, як правило, беруть і там крайні рамки струшують в трутневі так і виходить, там кілограм триста є, а там половина є трутні тому також на це задайте увагу покупці іменно тому що є всякі нюанси з сотовими пакетами, там путять всякі непонятні історії так само це може бути і на без сотових пакетах також це задайте увагу так, ми зрозуміли спасибо, Ваньке, тебе за інтерв'ю будь ласка я думаю, що все у вас получится ви вже не перший год контакти ще раз покажу все, пока якує, пока спонсором нашого видео є компанія АПЕКС производителі качественних пенополистирольних ульів ульів шестирамочників для вывода маток, для пакетів для пчеловода ферма АПЕКС так, друзі, ось ще дуже полезна інформація для многих це канди я нашел Ігоря, куцак Ігоря це мій знакомий, промисленник пчеловод і вони, їхнє обіщество, канди і хочу вам показати канди тому що зараз весна, зима і многим ця інформація должна бути полезна Ігор, скажи, що це за канди хто ви, що ви, де його взяти і з чого це робиться ну, короче, інформацію по кандидані Ізготавливає його наш пчеловодський кооператив Днепровський пасічник, який знаходиться в Днепрі Ізначально ми запланировали робити його для своїх мустр для себе для обсяця, да? для своєго обсяця, да але, виходить так, що мощності великі і в нас є можливість робити його на продажу пчеловодам основна інзюминка цього канди в тому, що це робиться на оборудований скажімо так не то, що професіональному, а промисленному якщо ми беремо то є, я перебуваю тебе ви там не дрельками колотите його все на оборудований, все серйозно давайте я буду задавати вопросы тому що я хочу сделать короткое видео для пчеловодав помол, какой помол? помол у нас получается до 20 микрон то є, якщо обыкновенна групоружка которая у нас дома стоїть она може до 150-200 микрон то є те оборудовання, що стоїть либо же на кондитерских фабриках яка робить мелкою кудру ось, як правило, до 80-50 в нашому оборудований робить ще мільше то є, сахар не буде на донышці валяться? ми вже этим канди пользуємося більше 2 роки уже проверено і на своїх фастів то є, це навіть не новинка новинка в виде продукта для продажу хорошо що ви добавляєте тут який сироп, мєд зараз ми робимо це на ГФС глюкозопруктуозний сироп то є, на мєді не робимо дабы... избежати, ми знаємо, чому можливості попадання чого-либо то є, щоб ніяких болезнів ніякому не потрапило є можливість зробити і на інвертуваному сиропі ну, зараз поки що оборудовування наше позволяє але зараз робимо на глюкозопруктузі то є, я зрозуміло добавок ніяких немає, антибиотиків то є, все чисто, все нормально ну, і давай, післяє, тепер яка його ціна і де його можна в кого і непосередньо її можна заказати? можна, в принципі, обратися к любому члену кооперативів то є, в любому слуху, інформація стекатися буде в одні руки можна заказати у Романа, пастушка або ж через мене на каждій пачці є номера телефоном то є, мені можна под видео оставити будуть ці телефони? так, звичайно, звичайно дуже удобна упаковка, ми її розробували таким образом щоб їю можна було удобно пользоваться для любого типу улья она максимум 10-1,5 см независимо от того, какая у вас буде крышка вантажник, она лежиться на любой уль она удобна, она универсальна пособка кілограммовая, да? или можна заказати любую? ну, у нас оборудовання настроє на кілограммовую плюс-минус 3-5 грамм ну, кілограмм, я понял ну і ціна? ціна, в розніці 27 гривень на сегодняшній день 20 кілограмм по 25 гривень це чіна це чіна так, це вже по житті ну, це є доповнительна ж, естественно, стойність все, Ігор, ти ще займаєшся медовушкою давай, быстренько, да? твоє производство те, піднімати, які робимо ми самі можна також також обращаться ну, це вже непосередньо к тебе, да? все, я понял це вже непосередньо робимо большое тебе спасибо я думаю, многим інформація по Канди буде полезна все всем привет ну, а здесь, друзя друзя, мои друзя Хадеев Ванька і Столяров Санька Санючек, привет! быстренько покажу тебе я рекламувати твою Олі не буду потому, що і так вже всі знаю надеюсь, що всі многие прорекламували вже і я нам пасеки показав і пасечник ну, многие, правильно? просто покажу, що ви тут є хоча я хочу задати пару вопросів і я потім ще хочу теж Алла Верли да? давай, розкажи я вижу, що появились у вас крашені і, ну, красиві ціта що це за ціта? будуть ли вони держатися? ми розробували с нашим отечественним производителем двокомпонентну краску поліуретанову которую ми наносимо сразу же после изготовлений тобі немає необхідність держати ціля на солнішці щоб верхній слой солнішка уничтожило з цією можна красити сразу і зараз акція покрашені улі по цені не покрашені тобі можна купити вже покрашені вже покрашені це акція ми планували зараз вже закінчити але як говориться хочемо щоб пчеловоди все-таки покрашені улі тому пока ще держимося ця акція все зависит буде від загрузки производства я понял що ще у вас новенького скажи мені по-дружески или на данний момент покраска на данний момент актуальна це покраска і ми отробували именно те цвета які розробували те цвета які видят пчелы ще у нас новинка по многочисленным просьбам пчеловодів ми поменяли сырье на котором ми работаємо і увеличили плотність наших изделий теперь плотність наших изделий 100-120 кг на метр в кубичі покупаємо европейське сырье я думаю що пчеловоди оценят це тобі значально плотність була нижче ніжче ми роботали на сирі баску там плотність нижче улій окей але пчеловоди говорили що він мягкий все я понял т.е. ви улучшили ще і плотність європейський производитель сыр'я думаю оценити окей понял спасибо а тепер скажи мені такий каверзний вопрос зачем воно вам надо зачем вам эти улі вы же вроде бы самодостаточна вы же вроде бы занимаетесь рестораном бизнесом ну это началось как хобби в принципі началось как хобби а потом это хобби переросло я не можу сказати в профессиональну деятельну я профессиональний пчеловод тогда когда я попробовал себя в пчеловодске я начал пробовать покупать те лучшие разработки которые имеются в мировом пчеловодске и потом я дошел до того что все таки улей из пенополиуретана мне нравится и я планирую однозначно не разрабатываю как для себя это был уже коммерческий проект который все таки хочется чтобы наше государство как это как это будет патриотично чтобы люди не уезжали и работали на таких же производствах больше а люди оставались здесь приносили банка в экономику Украины это да это хорошо так еще я тебя хотел спросить такой вопросик по ценам у вас что-то поменялось или у вас цены так и остались у вас можно найти по тем же контактам что и были да сайт фейсбук ну я оставлю в комментарии ваши контакты небольшой ютуб канал хорошо мы покажем ваш ютуб канал на него к сожалению времени особо нет Сашка спасибо тебе хочешь еще можешь два слова сказать конечно хочу Ваня у тебя сегодня день рождения да мы просто знаем какой ты хороший парень наш друг честно тебя уважаем ценим как друга ценим дружбу с тобой и хотим тебя поздравить с днем рождения спасибо большое хотим тебе подарить крашеный улей бихаус у меня есть уже ваш улей вы мне далили мы с вами дружим у тебя он не крашеный да не крашеный а теперь будет крашеный и ты скажешь и потом расскажешь нам все все я понял я понял Сашка спасибо вам большое за интервью ну мы вас еще покажем я дело в том что я пока вас улей не показываю себя на канале только с той целью чтобы сначала у себя на пасеке его попробовать опробовать и потом уже не говорили какой ты Ваня Барыга да что я реклама этот ты еще хочу сказать я хочу всем сказать тем кто говорит Ваня Барыга я это вырежу благодаря таким как как Ваня люди нормальные пчеловоды могут узнавать о разнообразии пчеловодческого инвентаря и пчеловодческого инвентаря о том куда движется наша пчеловодческая отрасль могут ознакомиться с новинками поэтому господа пчеловоды которые думайте прежде всего ваше слово может оскорбить человека и скажем так вы делаете обидно когда говорите не думая об этом ну мы это ты уже давай откорректируешь что вырезать что не вырезать нет мы что то оставим как это говорится крик души давай напоследок мы с тобой долго зацепились я хотел просто мимо пройти ну по дружески думаю покажу уже зрителям что вы есть и у вас улица с новой краской красиво конкуренты вот как вы считаете и какие у вас на украинском рынке конкуренция у вас есть вообще конкуренты вы чувствуете что вы ну можно назвать это конкурентами наш конкурент это ну не будет и тот и тот кого мы уважаем и стремимся конкурировать на равных это фирма эскония все я понял не ну вас в улице действительно классная качественная я в германии был я много не был то у Оли классная мы стараемся равняться на лучших и быть лучшим на равных это я вам подростки подмазал все давайте пока давай пока днем рождения спасибо так друзья хочу вам еще показать актуальную информацию то что нужно многим теловодам по весне это вот такая пленочка а кто занимается о Денис Денис иди 2 минутки интервью буквально мне мне я хочу показать нашим зрителям актуальную такую продукцию для весны для весенний ну вот скоро у нас сейчас наличие да давай не так что это такое я просто вижу что ну я покупаю это у нас пищевая пленка которая используется в пищевой промышленности для фасовки кельчупов в общем это не кондиция по какой-то причине в происходе техническое и мы выкупаем у завода эту пленочку мы ее испытывали на своей пасеке мы делаем изоляцию то есть делаем вот такие составные для себя то есть с двух сторон у нас пленочка внутри самый дешевый пенопласт ну я хочу на пленке остановить внимание это обычная фольга правильно? фольга пчелы ее не грызут полиэтилен и полиэтилен то есть крепкая она нужна пчеловодам именно для каких целей ее берут очень хорошо для весеннего старта то есть гнездо закрыть прикрыть для тепла сохранения тепла мы накрываем сверху гнездо ставим если у вас теплый корпус мы ставим с одной стороны утепляем потому что с другой теплый а если деревяшка я ставлю безуставные и еще один очень хороший вариант у нас есть вот такая короткая пленка она вот если на десяти рамочных глядов у нее в передище мы отматываем и ставим под низ весной маленькая семья очень хорошо развивается матка опускается до самого низа ну это тоже технология я хочу показать нашим зрителям именно какой товар есть актуальный на весну будет ты мне скажи теперь цены вот этого всего вот это у нас 170 гривен а в чем разница она даже крепче чем эти только размер то есть пленка есть крепче тоньше толще есть два вида пленки то есть вот идет пленка толстая вот пленка эластичнее идет она ее больше используют лужат на кры то есть накрытие гнезда самого а толстая больше даже подходит для обивки крыш для обивки перегородок снизу она крепкая ее можно степлером обивать спокойно все я понял цена давай еще раз цена это 170 у нее размер 420 420 420 да длина а поганаш или поганаш 30 метров да вот эта пленочка и вот эта пленочка в цену 200 гривен 200 здесь размер 27 здесь размер 25 да весим по 2 килограмма в принципе могут кому это будет нужно обратиться и ты им все расскажешь а куда обращаться где тебя найти Лебедев Денис телефончик ну я оставлю в описании под видео все Денис спасибо тебе большое я думаю это будет полезным всем хорошо до зимования все спасибо давай пока ну что же друзья вот для вас я подобрал вот такие сюжетики такое интервью я думаю для весны для весеннего пчеловождения вам пригодится потому что канди пленка это ну в принципе то что нужно по весне пчеловодам выставку напомним вы можете посмотреть на канале Александр Пасечник ну а с вами был Иван Фабро да чуть не забыл еще я вчера на выставке сегодня нету видел Владислав Дончик который делает пыльцесборники ульи он делает шпателя шпателя для прививки маток я вчера долго крутил в руках реально это практически швейцарский шпатель только украинского производства по качеству классно по прививке ничего не скажу но по качестве практически один в один со швейцарским шпателем возможно попробуем в сезоне только надо приобрести но по виду достойный инструмент поэтому от кого там я думаю пригодится и эта информация вот как бы так все друзья с вами был Иван Фабро спонсор нашего видео компания Апекс улья пенополистирола который есть у меня на пасеке и я думаю еще будет вот как то так все всех с праздником пока и по на Субтитры сделал DimaTorzok